Уважаемые коллеги, благодарю за то, что сегодня нам удалось выступить очно. И сегодня от нашего центра будут представлены три доклада, которые, можно сказать, что объединяют одно. Это то, что мы анализируем реестры счетов и, соответственно, мы расскажем о своем опыте, как реестры счетов позволяют нам оказывать организационно-методическое сопровождение наших субъектов. Как вы знаете, такой термин, как «люди, вторая нефть» был внедрен, можно сказать, Ивановым Сергеем Борисовичем, на тот момент заместителем председателя правительства Российской Федерации, в части развития человеческого капитала. Это означает, что необходимо вкладывать в людей, необходимо вкладывать в их развитие для того, чтобы Россия сделала экономический скачок. Мы же со своей стороны считаем, и я взял на себя такую смелость, назвать, что реестры счетов – это новая нефть в онкологии. Анализ реестров счетов, анализ информации, которая имеется в этих реестрах, может позволить действительно наладить качественное оказание медицинской помощи и максимально эффективно расходовать средства в рамках ОМС для обеспечения онкологической помощи в Российской Федерации. Реестры счетов содержат достаточно большое количество информации. И здесь, опять же, стоит вспомнить тем, кто, я думаю, что вы знаете все эти выражения, что невозможно измерить, тем невозможно управлять. И как раз реестры счетов, они включились у нас с 2018 года, и на территории Российской Федерации активно начали применяться модели КСГ, за которые идет передача информации через реестры с 2018 года. В 2019 году все субъекты перешли на эту модель. Как было до 2018 года? То есть до 1999 года, пока у нас не появился популяционный раковый регистр, вся статистика собиралась с помощью статистических форм. И дальше либо оргметоды онкологических диспансеров, либо органов управления здравоохранения субъектов и Российской Федерации проводили этот анализ, передавали информацию. Однако лаг передачи этой информации, задержка была достаточно большой. И можно было сказать о ситуации с онкологической помощью в каком-то субъекте или в какой-то медицинской организации, наверное, с интервалом в год. В 1999 году был внедрен популяционный раковый регистр, который нам облегчил работу именно с онкологическими пациентами. И, соответственно, с 2018 года на основании приказов Министерства здравоохранения было поручено собирать реестры и собирать всю информацию. И с 2019 года мы начали работать как национальный медицинский исследовательский центр и оказывать организационно-методическую работу с нашими прикрепленными субъектами, субъектами Северо-Западного федерального округа. Мы понимали на тот момент о том, что информации нам недостаточно, и нам отчетных форум годовых, 30-е, 7-е, 12-е, недостаточно для того, чтобы мы могли, во-первых, разрабатывать какие-то мероприятия для субъектов, и, во-вторых, контролировать, как оказывается медицинская помощь. И что мы сделали? Мы организовали работу с субъектами по сбору информации реестров счетов. Мы собираем через закрытую сеть информацию доперсонифицированную, реестров счетов. Соответственно, сейчас мы проводим обработку этих данных с помощью системы Акцесс, и сейчас мы переходим на Postgres. И основная задача наша была в том, чтобы наладить анализ этих данных. И как мы понимаем, что передача табличных данных, она очень трудна для дальнейшего анализа, и для этого мы начали применять так называемые системы бизнес-аналитики. Это вот табло, и, соответственно, сейчас мы переходим на open-source продукт SuperSET. В таком формате передаются реестры счетов. Конечно, если специалисту дать для анализа таблицу, которая будет включать в себя несколько миллионов строк по каждому пациенту, не каждый из нас сможет и способен провести такой анализ, сделать сводные таблицы и, соответственно, сделать какие-то выводы. Так как по приказу Федерального фонда ОМС по информообмену таблиц достаточно много, а для того, чтобы нам принять какое-то решение и увидеть всю динамику лечения пациента, необходимо эти таблицы свести, мы разработали, опять же, алгоритм базы данных, где организовали связи между таблицами для того, чтобы уже могли в таком более оперативном режиме проводить эту аналитику и визуализацию. Итак, что же мы делаем на основе реестров счетов? Ну, конечно, прежде всего, это самое простое, это мы анализируем долю схем лекарственного лечения по уровням КСГ. То есть из всех КСГ мы сформировали уровни. Для себя мы определили такую градацию, это первый-пятый уровень, шестой-восьмой и девятый-десятый, девятый-тринадцатый. К сожалению, вот эти вот изменения все в уровнях КСГ, они вносят определенную лепту и небольшие искажения в нашем анализе, потому что если в прошлом году их было 10 уровней, сейчас 13. Сколько будет на следующий год, нам неизвестно. Соответственно, сравнивать предыдущие года у нас не получается в нормальном варианте. Ну, вот мы считаем, что если схема выше девятого уровня, то она относится уже к последующим высоким более уровням. Также мы оцениваем динамику применения лекарственных препаратов по схемам и типам лекарственного лечения. Соответственно, мы видим, как с февраля 2019 года... Так, извините. Можно еще раз включить. Как с февраля 2019 года, когда внедрили КСГ, отмечалась за весь 2019 год тенденция к применению моноклональных антител и сокращению доли химиотерапевтического лечения, то есть применения цитостатиков. Конечно, это как раз на это повлияло внедрение схем КСГ и, соответственно, доведение субсидии до субъектов. И, соответственно, мы проводим анализ как на территории всего Северо-Западного федерального округа, так и в разрезе каждого нашего субъекта. Соответственно, имея такие бенчмаркинги, мы можем установить показатель, ниже которого мы считаем, что субъект не должен опуститься, если он качественно оказывает медицинскую помощь современными препаратами. Также говоря о качестве оказания медицинской помощи и то, что мы можем отследить на основе реестров счетов. Это, конечно же, соблюдение интервалов лекарственного лечения. И здесь же мы опять видим динамику показателей, как эти циклы и интервалы между циклами соблюдаются. Единственное, конечно, мы должны делать небольшое отступление, то есть это данные наши оперативные, которые мы собираем, и каждое снижение, например, как здесь в Республике Карелия или в Архангельске, оно требует уже дополнительного нашего анализа с выездом в субъект, потому что существуют определенные причины. Например, если в субъекте установлены лимиты на оказание медицинской помощи и реестры счетов не попадают в оплаченные, то, соответственно, у нас этих данных нет, мы не можем их проанализировать, и это влияет на показатель соблюдения интервалов. Поэтому при выездных мероприятиях в субъект мы выезжаем и смотрим насчет того, как соблюдаются в действительности эти интервалы. Но это тоже оперативная статистика. Если мы видим, что все субъекты начинают проваливаться по соблюдению интервалов, то это уже будет вопрос о том, какие причины этому поспособствовали. Также мы оцениваем, условно, мы у себя сделали разделение на современные препараты, это условно моноклональные антитела на применение цитостатиков, на таргетную терапию, и, соответственно, анализируем ситуацию по применению определенных типов лекарственных препаратов в разрезе нозологических форм. На данном слайде представлена доля моноклональных антител, применяемых для лечения меланомы. Это как один из таких индикаторов. И как мы видим, что в основном все субъекты после выделения финансирования в рамках КСГ и доведения субсидий привело к тому, что практически все пациенты меланомой стали получать действительно современное лечение, которое в дальнейшем повлияет на достижение целевых показателей федеральных проектов и на пятилетнюю выживаемость, и, скорее всего, для методических форм меланомы может снизить одногодичную летальность. То же самое мы видим по раку молочной железы. И в целом этот анализ мы делаем в разрезе каждой нозологической формы и, соответственно, можем сделать анализ по применению любой схемы лекарственного лечения. Однако мы прекрасно понимаем, что этого все равно недостаточно и необходимо обогащать данные из других источников. Так, с 2020 года мы начали собирать информацию из Фонда обязательного медицинского страхования по использованию субвенций, выделяемых в субъекты. И что мы видим? Мы видим о том, как изменяется в динамике этот показатель помесячно. И, соответственно, здесь видно на экране линия прямая, это 1,12 от выделенных средств для каждого субъекта. Столбики – это использование денежных средств и, соответственно, достижение установленных показателей. Как мы видим, если в некоторых субъектах, как на правом верхнем слайде, в 2019 году субъект не достигал 100% от выделенных средств, то, соответственно, в 2020 году, здесь вот по августу у нас пока информация, видно, как он уже превышает 100% от выделенного финансирования. Также мы оцениваем распределение и достижение этих целевых показателей в разрезе лечения, типа лечения, какое применяется в субъекте. И это нам нужно для того, чтобы определить условные бенчмаркинги, на основании которых мы можем следить, правильно ли субъект распределяет эти средства. Если мы видим, что в наших субъектах в основном на лекарственное лечение затраты каждого субъекта в среднем превышают 70-75%, и как только мы видим, что в каком-то из субъектов этот показатель снижается, то это уже вопрос к нам и вопрос к субъектам о том, какие причины этого, почему изменилась структура оказания медицинской помощи, например, увеличилось хирургическое лечение, а снизилось лекарственное. Это может свидетельствовать о том, что либо есть нарушения в проведении закупок, есть дефектура препарата, либо какие-то другие причины. То есть это, опять же, для нас, как организаторов здравоохранения, является триггером для того, чтобы мы поехали в конкретный субъект и, соответственно, начали уже разбираться на местах для того, чтобы это исключить. Ну и так, реестр счетов, почему это новая нефть. Первое. Конечно, на основе реестров счетов мы можем оценить качество оказания медицинской помощи, которое включает в себя как сроки оказания медицинской помощи, соответствие схем лечения на зоологической форме, соответствие лечения гистологическому молекулярно-генетическому типу и профилю злокачественного новообразования. И здесь мы можем оценить, правильно ли в субъекте назначаются, например, таргетные препараты для целевой группы, или, например, назначаются препараты без определения молекулярно-генетического статуса, что является условным нарушением, то есть деньги, можно сказать, идут впустую. Также, это уже в следующем докладе будет сказано, реестры счетов могут служить как одной из источников данных для расчета потребностей в лекарственных препаратах, и, соответственно, мы уже можем приблизить это лечение и расчет на основе конкретных пациентов. Также мы можем оценивать затраты на лечение пациентов с локачественными образованиями и разрабатывать рекомендации по изменению тарифов в КСГ. То есть не просто о том, на какой заболеваемости, например, смертности или по стадийному распределению в каждом субъекте необходимы режимы в КСГ, а уже конкретно на основе данных о каждом пациенте и о каждом случае лечения. Оценка эффективности маршрутизации пациентов в ЗНО в субъекте, где, кто и когда, выстраивая последовательность действий для каждого пациента в связи с тем, что есть определенный и единственный уникальный идентификатор пациента в системе реестров счетов, мы можем посмотреть, как и куда пациент следовал, в какую медицинскую организацию и где пациенту оказывалась медицинская помощь. И, соответственно, если анализировать эти реестры счетов на регулярной основе с помощью определенных рабочих столов, даже бордов, можно отслеживать, пациент пошел на следующий этап лечения или он на каком-то этапе застрял. Принять управленческие решения по повышению качества оказания медицинской помощи на уровне ГВС органов управления здравоохранения. Опять же, внедряя критерии качества, мы можем отслеживать и на регулярной основе проводить этот анализ. Но какие проблемы у нас есть? Первое. Информация о лечении пациентов, чья медицинская помощь не оплачена, и если эти реестры не оплачены, они не попадают в финальный реестр счетов, и мы не видим этих пациентов. То есть необходимо при оценке уже, опять же, выезжать, поднимать медицинскую документацию и, соответственно, проверять фактическое оказание медицинской помощи. То есть это усложняет нам работу, но, соответственно, зато данные будут уже более точными. В настоящее время нет возможности в автоматическом режиме объединить данные реестров счетов популяционного ракового регистра, о чем я дальше скажу. Сложность получения данных из ФОМС от ФОМСов. Даже в субъектах медицинские организации, которые отправляют свои реестры счетов, не всегда могут из ФОМС обратно забрать их для анализа. Отсутствие автоматической системы для анализа данных, это я вот уже говорил, и отсутствие специалистов, которые могли бы проводить анализ данных с применением больших данных в медицинских организациях. Конечно, как пути решения, это вы уже все знаете, что у нас внедряется вертикально интегрированная медицинская информационная система по профилю онкологии, ВИМИС. Вы про нее вчера говорили. И, конечно, когда она внедрится на территории всей нашей страны, большинство этих вопросов будут сняты, и, соответственно, она позволит уже вам, как главным нештатным специалистам, специалистам-руководителям онкологических диспансеров, проводить этот анализ и, соответственно, видеть все отклонения по своим пациентам. Но сейчас этого нет. А оказывать медицинскую помощь, контролировать оказание медицинской помощи, качество медицинской помощи мы должны. И следующим этапом, который мы хотели бы сделать до внедрения вертикально интегрированной медицинской информационной системы, это интеграция данных реестров счетов на ваших территориях с популяционным раковым регистром, которые, опять же, ведутся в основном в онкологических диспансерах. Объединение информации об этих данных, во-первых, позволит сократить ошибки по внесению информации из отчетных форм, например, 90-е формы, 27-е формы, которые передают информацию о лечении пациентов, и уже для каждого пациента в популяционном раковом регистре увидеть, какое лечение он получил, а основное, для чего мы хотим это сделать, для того, чтобы посмотреть, а кто из пациентов не получил никакого лечения. То есть, и дальше эта же информация нам позволит более точно рассчитывать потребность лекарственного обеспечения для каждой медицинской организации, для каждого субъекта. Потому что это уже, как бы, позволит у нас еще больше получить данных для дальнейшего анализа. Ну и, соответственно, пути решения. Это первое. Обучение специалистов-врачей принципам и подходам к анализам данных, создание рабочих столов вместе со специалистами по визуализации и специалистами по большим данным для ГВС в субъектах с целью организации регулярного мониторинга за состоянием онкологической службы и принятие своевременных управленческих решений, ну и объединение реестров счетов, как я уже сказал, с фокуляционным раковым регистром до того момента, пока не будет внедрена вертикально интегрированная медицинская информационная система по профилю онкологии на территории всей нашей страны. Ну и, соответственно, последний тезис. Мы научились измерять, осталось научиться управлять. Я думаю, что мы все равно придем к тому, что будем принимать решения не на основе своего опыта, врачебного, личного, а будем принимать решения на основе данных, которые мы получаем из различных источников. Спасибо за внимание. С радостью отвечу на ваши вопросы. Ну, когда-то только.